Здравствуйте! В эфире Терезащитник, в студии адвокат Роман Койден. Начнем с рубрики «Ваше право». Анна Хвостова из Воркуты обратилась в редакцию. Ее сын взял кредит, за который впоследствии не смог платить, потерял работу. Платить нечем. У меня вопрос. Можно ли по суду добиться отмены или уменьшения процентов? И что для этого нужно? Какие документы? По суду в одностороннем порядке невозможно добиться ни отмены, ни уменьшения процентов по кредиту. Кредитный договор – это обязательство. Порядок изменения его условий прописан в самом договоре. Перед подписанием документа рекомендуется внимательно с ним знакомиться, чтобы понимать, какие расходы вы можете понести, в том числе и при потере работы. Вы увидите, что изменение условий договора возможно только по соглашению сторон, заключенному в письменном виде с кредитной организацией. Вопрос от Валентина Нинашева из Емвы. Рабочие местного АТП не получают заработную плату около года. На наши неоднократные заявления в прокуратуру, в суд, администрацию города никто не реагирует. Что нам делать? При невыплате заработной платы работник имеет право на приостановление работы до полного погашения задолженности. Главное – уведомление направить письменно и зарегистрировать его в кадрах. Далее вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании заработной платы на основании ст. 136 Трудового кодекса и компенсации в задержку заработной платы на основании ст. 236 Трудового кодекса России. Это наиболее эффективное средство восстановления нарушенного права. Поскольку выплата превышает 2 месяца, в действиях руководства усматривается уголовно наказуемое деяние – злостная невыплата заработной платы, о чем сотрудники могут сообщить Следственный комитет России по вашему району. Также не забываем о возможностях правоохранительных органов, прокуратуры и инспекции по труду привлечь работодателя к административной ответственности. Каждое обращение должно быть оформлено в письменном виде. На устные обращения реакции не будет никакой. В сложной ситуации оказалась семья беженцев из Донецка. Уже полтора года они живут в Сыктывкаре, а сейчас глава семейства должен покинуть территорию России, оставив здесь жену и троих детей. Семья Ермаченко приехала в республику Коми в конце 2014 года из Донецка. Уже здесь у них родился третий ребенок. В управлении Федеральной миграционной службы Марина Ермаченко и ее муж получили свидетельство о временном убежище. Почему приехали сюда? Потому что это родина моего отца. Он родился здесь, вырос. И нам помогла наша тетя, она нам выслала деньги, потому что финансово у нас было очень тяжело, чтобы выехать. И приехали сюда в надежде получить здесь убежище, ну и в дальнейшем уже гражданство и остаться здесь жить. Временное убежище предоставляли Марине и ее мужу сначала на полгода, затем продлили еще на год. В апреле 2016-го истекал очередной срок. Марине Ермаченко его продлили, никаких проблем с этим не возникло. Но вот ее мужу отказали. Не продлили, значит, на год еще, так как у меня трое несовершенно маленьких детей. А мужу посчитали, что не стоит ему продлевать, он должен в течение месяца выехать. То есть я остаюсь одна с тремя детьми, не работоспособна, так как совсем малыш. Сейчас семья живет в пятером в маленькой комнатке в Сыктывкарском общежитии. Сбережений у них нет и непонятно, что делать, если единственный кормилец семьи вынужден будет покинуть детей и жену. Давайте без эмоций, строго, четко и по существу. Каждая услуга, будь то государственная или муниципальная, имеет свой регламент. Это документ не секретный, а общедоступный. Вы можете с ним ознакомиться на сайте ФМС, либо он вам будет предоставлен по письменному запросу. Регламент содержит исчерпывающие сведения от количества минут, которые специалист ФМС должен потратить при приеме у вас документов, до разъяснения порядка оспаривания решения ФМС, если вы с ним не согласны. Если вы считаете, что решением Федеральной миграционной службы были нарушены ваши права, напишите жалобу в вышестоящий орган, в прокуратуру и в районный суд по месту вашего жительства. Если с оставлением заявления у вас возникнут проблемы, запишитесь на прием в Республиканскую общественную приемную главу Республики Коми по телефону 28-53-31. Галина из Ухты пишет. Мой работодатель не подписывает заявление на очередной оплачиваемый отпуск по утвержденному графику отпусков. Имеет ли он на это право? Как следует из статьи 123 Трудового кодекса России, очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. И в каких-либо дополнительных согласованиях перед началом отпуска не нуждается. Работник не обязан подавать работодателю какие-либо заявления о выходе в отпуск. График – главный и обязательный документ для всех. Не выполнение работодателем положений трудового законодательства о выплате отпускных, об издании приказа на отпуск, не является основанием для утраты работникам права на отпуск. В подобных спорах суд всегда вставал на сторону работника. Вы вправе использовать отпуск по графику без дополнительного согласования с работодателем и не можете быть уволены за прогул в случае использования отпуска в отсутствии подобного согласования. В редакцию телезащитника пришло видеообращение от телезрителя из Сыктывкара. Александр Крысаченко полтора месяца назад лишился дорогостоящих инструментов, которые хранил на своем участке. Телезритель пожаловался на работу сотрудников полиции, которые, на его взгляд, занимаются его делом неохотно. На участке я построил деревянный сарайчик. Туда сложил все инструменты, купленные совсем недавно. Они абсолютно практически новые, я практически не работал. И, приехав туда, обнаружил пропажу этих инструментов. Ну, не всех, но большинства. То есть, очень много на большую для меня сумму. Где-то около 30 тысяч – это в ценах того периода. И, скажем, в этих ценах это уже такие цены, что они просто заоблачные. Вызвал, конечно, полицию. Никаких злигов нет до сих пор. Сколько ни звонил, говорят, работаем, работаем. Но у меня не спросили ни документов, ну, на эти инструменты от сотрудников. Я услышал только так. Так они же вернутся еще за остальным. Вот это мне просто прямо так не понравилось. Что же это такое? Для чего же это полиция существует, если вернутся? А они искать не собираются, что ли? Я так не понял. Ну, вернутся, ладно. И потом я спросил, есть ли хоть какая-то надежда, ну, что найдут, не найдут. Бывает и находят. Вот так. Это ответы таких сотрудников полиции. Александр, устное общение с сотрудниками, звонки не помогают. Проверено на опыте. Специально для таких случаев Уголовно-процессуальный кодекс России содержит две статьи. 124-я и 125-я. Любое заинтересованное лицо имеет право спорить действия или бездействия следователя и дознавателя вышестоящему должностному лицу, его начальнику, прокурору, либо непосредственно в суд. Можете воспользоваться всеми тремя способами одновременно. Форма жалоб законом не установлена. Она свободная. Указываете кому, от кого, фамилия, имя, отчество, адрес и телефон. Указываете суть жалобы, в вашем случае, на бездействие в виде волокиты. Просите изучить материал проверки. Если ваши доводы подтвердятся, привлечь виновных к ответственности. Любая жалоба подается в двух экземплярах. Оставляйте себе копию с отметкой канцелярии. Напоминаю, свое видеообращение вы можете оставить в нашей группе ВКонтакте. Если у вас есть вопрос, о котором вы хотите рассказать на всю республику и получить совет юриста, на любое записывающее видеоустройство снимите свою проблему и подробно ее прокомментируйте. Камеру лучше держать горизонтально, а еще лучше подключить для съемок второго человека. В скором времени ваш вопрос прозвучит в нашей программе. Запрещена продажа сигарет в больших пачках. 7 мая количество сигарет в пачках не должно превышать 20 штук. Еще одна инициатива, направленная на борьбу с курением, заключается в установлении особых правил оборота и использования электронных сигарет. Так планируется запретить их продажу детям и подросткам, а взрослые не смогут дымить ими в детских садах, школах, в вузах, медручреждениях, на детских площадках, в спортивных центрах. Кроме того, на упаковке таких сигарет не должно быть надписи о том, что они помогают бросить курить. Предусмотрен также запрет на их рекламу. Введена уголовная ответственность за обман дольщиков. Соответствующий федеральный закон от 1 мая 2016 года номер 139 подписал Владимир Путин. Документ вступил в силу 12 мая. В Уголовном кодексе России появится новая статья 200 прим. 3, согласно которой за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве на квартирных домах или иных объектах недвижимости, совершенной в крупном размере, нарушители будут грозить наказание в подлешении свободы до двух лет. За то же самое преступление, совершенное группой, лиц по предварительному сговору лишить свободу могут на срок до пяти лет. Интересно, что указанный закон предусматривает условия, при котором осуженный по данной статье может быть освобожден от уголовной ответственности. Для этого ему необходимо в полном объеме возместить всем пострадавшим дольщикам сумму привлеченных для строительства денег или принять меры, чтобы дом ввели в эксплуатацию. Вот такой вопрос пришел к нам в редакцию. У меня год назад умер отец. Могу ли я вступить в наследство? Я единственный ребенок, детей у него больше не было. Принять наследство вы могли в течение шести месяцев после смерти отца, либо путем обращения с заявлением к нотариусу по месту жительства умершего, либо фактически принять его имущество, осуществить за имуществом уход и оплачивать расходы на его содержание. Если вы пропустили шестимесячный срок на подачу заявления нотариусу, то признать право на наследство по фактическому принятию сможете только через суд. На этом сегодня все. Оставляйте свои вопросы на автоответчике редакции или в нашей группе ВКонтакте. Увидимся в следующий понедельник. Субтитры подогнал «Симон»